Основные события дня экспертной оценки в ближайшем часе. Приговор Александре Латковой будет обжалован. Где пределы самообороны и как россиянам защитить себя? Русские националисты и представители диаспор хотят предотвращать конфликты на национальной почве в Москве совместно. Что из этого получится? Неприличными словами не выражаться. Госдума доработает поправки о нецензурной брани в средствах массовой информации. И час земли. Зачем нас призывают погасить свет на один час? Теперь по порядку. Приговор Александре Латковой, которая была осуждена на три года колонии за попытку стрельбой из травматического пистолета разнять драку, будет обжалован защитой обвиняемой. По мнению многих юристов, вердикт суда является крайне жестким и несправедливым. Вкратце напомню. Как утверждает следствие, 26 мая прошлого года студентка третьего курса института Плеханова Александра Латкова произвела несколько выстрелов из травматического оружия, ранив двух человек. Ивана Белоусова и Ибрагима Курбанова. Обвиняемая утверждала, что открыла стрельбу, чтобы предотвратить конфликт, возникший между ее друзьями и потерпевшими. Тверской суд также прокомментировал жесткий свой приговор. По той информации, которая имеется к этой минуте, в суде заявили, что действия Латковой носили яркий, антисоциальный, дерзкий, агрессивный и опасный характер. А необходимая оборона не была необходима. Историю с Александрой Латковой мы обсуждаем сейчас в прямом эфире. Пожалуйста, звоните нам в студию, телефон 6510996, код Москвы495. А пока к нам присоединяется адвокат Дмитрий Аграновский. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, ну существуют ведь буквы закона и дух закона. Вот здесь дух закона был соблюден или нет? Ну, здесь и дух закона был нарушен, и буква закона нарушена, на мой взгляд. И просто правоприменительная практика. Сложно понять, чем руководствовался суд, вынося такие приговоры. Но я вижу, что в последние годы вообще карательная практика усиливается. Ну хорошо, давайте разбираться по порядку. Вот пределы необходимой самообороны. Где они? Это очень сложный критерий, очень расплывчатый. И у нас в стране существует... Очень трудно доказать, что находился в состоянии самообороны. Скажем, в США я ни в коем случае никого не идеализирую. Там, наоборот, очень трудно доказать, что ты не находился в состоянии необходимой обороны. У нас вообще самообороны не приветствуются. Что там говорить? Ну понятно. То есть, если на вас напали, лучше не отбиваться? Лучше не отбиваться. Лучше потом стать жертвой или убежать. Понятно. У нас есть звонок. Максим. Мы слушаем вас. Да, алло, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Честно говоря, я пытался вникнуть в суть происходящего в этом деле. В итоге там понять, кто, что, кто виноват, кто, почему эта девушка вообще начала стрелять. Но так не нашел для себя какой-то однозначный информации, что она заступалась за кого-то. Потому что не нашел комментарий тех, якобы, за кого она заступалась. И мне кажется, что в данной ситуации эту девушку пытаются сейчас... Безусловно, скорее всего, ее высшестоящий суд оправдает. Мне так кажется, что это чрезмерное жесткое наказание для этой девушки. И это сделано специально для того, чтобы на данном этапе вселить некое чувство страха во всех тех, кто возит с собой в машинах пистолеты, во всех тех, кто носит с собой за пазухой эти травматические пистолеты. Я сам им не пользуюсь. И мне кажется, что в данном случае власть будет использовать по максимуму сейчас этот случай для того, чтобы ужесточить. Либо даже не ужесточить, а для того, чтобы от вот этого вот ощущения у людей вызвать нежелание использовать оружие. Потому что ужесточить законодательство несколько сложнее. Тут государство натыкается на массу, как говорят, на большое общественное, может быть, мнение в каких-то вопросах. Потому что кто-то говорит, что нет, а как же нам защищаться. Но при этом нужно делать что-то, потому что с травматикой происходит полное вакханалие. Понятно. Спасибо, Максим. Дмитрий, как вы прокомментируете? Ну, а где происходит вакханалие с травматикой? Есть, безусловно, в средствах массовой информации заказ на дискредитацию самой идеи оружия. Если завтра, не дай бог, мы начнем 24 часа в сутки просто рассказывать о преступлениях, совершаемых рыжими, то люди в метро просто будут бояться людей с рыжим цветом волос. Травматика зарегистрированная и гладкоствольное оружие зарегистрированное участвуют в ничтожном количестве преступлений. А общественный резонанс в СМИ от них огромный. Конечно, я так понимаю, у нас вообще мысление чиновников устроено так, что этим нам, то есть, оружие доверять нельзя. Как они выражаются, все друг друга перестреляют. Но общественный резонанс вызван в нефтьюганске, полтора года условно дали человеку за незаконное хранение оружия и ранение из этого же оружия ребенка десятилетнего. Так нет, вы посмотрите приговор по согре, например, что далеко ходить-то, тоже вчера был вынесен, позавчера. Понятно, спасибо. У нас есть звонок от слушателей Катерина. Здравствуйте. Да, добрый день. Я сегодня как раз смотрела в интернете подробные материалы по этому делу. И у меня сложилось такое впечатление, что процесс над Александрой, он является таким показательным в связи с делом об... с законом об оружии. И, скорее всего, целью имеет продемонстрировать отношение государства к данному вопросу и к тому, что... чтобы не разрешать владение, в том числе, глакосвольным... Господи, как же это правильно называется? Я имею в виду ношение пистолетов. Травматику. Или боевые? Или вы имеете в виду боевые? Я имею в виду закон об оружии, который сейчас активно обсуждается, а Александра попала просто в неудачный момент. И, судя по материалам дела, по видеозаписям, Ибрагим нанес ножевые ранения в горло другу Александры, после чего она выстрелила в воздух и только потом предприняла выстрелы в сторону обидчика. То есть здесь она действует в строгом соответствии с законом, потому что была непосредственная угроза жизни и здоровья ее или ее близких. Ну, даже там в законе не говорится близких. Говорится о том, что человек, который увидел, что происходят подобные вещи, имеет право применить оборону против нападающих. Катерина, вот пресс-служба Тверского суда, я цитирую по агентствам, достоверных доказательств, свидетельствующих о фактах применения ножа и иного оружия со стороны потерпевшего, не добыто. Да, дело в том, что впоследствии Ибрагим, когда ему было предъявлено медицинское заключение, и более того, я напоминаю, что существует запись всего конфликта, она доступна в интернете, это все можно посмотреть. Так вот, впоследствии предполагаемый виновник, предполагаемый обидчик сказал, что человек сам нанес себе три ножевых ранения, из которых два по горло. Тут уже мы отсылаем к Питерскому делу, где человек на дороге нанес себе три ножевых ранений и упал на автомобиль. Ну, то есть тут вопрос о том, какую позицию занимает государство, которое, несомненно, имеет влияние на суды из нашей страны. Ну, будем надеяться, что суд высшей инстанции отменит этот переговор или, во всяком случае, его пересмотрит. Я предлагаю вам, нашим слушателям, продолжать высказываться. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Как говорят юристы относительно этого дела, суд квалифицировал действия Александра Лоткова как умышленное причинение вреда, в то время как сторона защиты настаивала на том, что девушка пыталась защитить себя и своих друзей. То есть действия должны быть квалифицированы как самооборона. Юристы полагают, что столь строгое наказание, реальное лишение свободы, девушка могла получить, потому что стрельба произошла в метро, то есть в общественном месте, где могли пострадать посторонние. У нас на связи Николай. Алло, Николай, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Ну, явно знаковое дело, которое говорит о том, что самообороняться у нас в стране нельзя. Если тебя пытаются избить, ограбить, изнасиловать, раздвинь булки и получай удовольствие. С Агра то же самое. Всех нападающих отпустили, а тех, кто оборонялся, пытались посадить. И только массовый резонанс людей спас от посадки. Я имею в виду граждан, не бандитов, которые на них нападали, а тех, которые отстреливались. Вот и вся политика. Спасибо, понятно ваше мнение, Николай. Спасибо. Я хочу добавить от себя, что, конечно, по этому делу дискуссия идет очень широкая. И хотелось бы привести даже несколько выдержек из того, что я прочитал в интернете. Благосфера буквально кипит. В частности, вот один из пользователей интернета пишет следующее. Без всякой уважительной причины бьют в лицо человека и делают из него труп свободен. Имеется в виду дело Расула Мерзаева, который хорошо якобы знал силу своего удара. Студентка Александра Латкова, не имеющая опыта применения оружия, стреляет из травмата. В нападающих на ее близких людей никого не убивает три года. Зачем нужна такая справедливость, спрашивает пользователь. Ну вот, еще одно мнение тоже интересное. Хотелось бы услышать мнение юристов. Если на меня или моих друзей нападут, мне стоять и ничего не делать, то есть не самообороняться. Ну, как нам пояснил Дмитрий Аграновский, лучше всего убежать, а не самообороняться. Это действительно правда. К сожалению, вот такая реальность. Мы прервемся на полторы минуты. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Начиная с апреля русские националисты и известные чеченцы будут вместе выявлять, предотвращать и разрешать мирным путем стычки на национальной почве в Москве. Об этом договорились движения русские Дмитрий Демушкина и депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, ранее занимавший пост в пропаганде, министр пропаганды республики. Сейчас Демушкин и Саралиев уже формируют группы быстрого реагирования. Члены которых начали тренировки в спортзалах Москвы. Вот такая вот новость. Естественно, также интересно знать ваше мнение о появлении подобного рода патрулей. Звоните, пожалуйста, 6510996, код Москвы 495. Дискуссия по этому поводу тоже уже достаточно широко идет. Многие говорят, что бесполезно это занятие. Мало того, что появится не пойми какое образование. Кроме того, если в составе этих патрулей будут русские и чеченцы, то будут ли они вмешиваться, например, в конфликты между представителями других национальностей. Ну, скажем, если вдруг возникнет какой-то конфликт между азербайджанцами и таджиками, которые проживают в Москве. Кроме того, существуют уже, как известно, всевозможные патрули, типа казачьих патрулей, которых не очень видно. Кроме того, в помощь полиции у нас есть и формируются народные дружинники. И скоро, похоже, мы будем друг за другом ходить и смотреть. У нас есть телефонный звонок. Роман. Алло, Роман. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Роман, Москва. Ну, во-первых, грустно все это. Значит, насколько я понял, Министерство внутренних дел, ФСБ, мне некогда заниматься всякой ерундой. Надо крошевать игорные бизнесы, наркопритоны, проституцию. А вот это вот ерундой занимаются наши граждане. И второе. Хотелось бы узнать, где территориально будут эти так называемые формирования. То есть, если в Москве, да, или в каком-то... В Москве, в Москве. А, в Москве, то есть чеченские парни, да, чеченские парни официально будут следить в Москве за порядком. Ну, совместно с русскими парнями. А на кой черт здесь нужна эта кадровская шпана? Ну, давайте воздерживаться от оценок таких резких, тем более в прямом эфире. К нам присоединяется Николай Карлович Сванидзе, журналист, член общественной палаты. Николай Карлович, добрый вечер. Алло. Алло, да, Николай Карлович, здравствуйте. Здравствуйте. Я уже читал, что вы негативно отнеслись к идее подобного рода патрулей. Почему? Ну, негативно, потому что я, честно говоря, не понимаю, почему, если что-то происходит, нужно выискивать, с одной стороны, русских националистов, с другой стороны, представителей какого-то этноса, чтобы они разбирались в ситуации. С какого бодуна, собственно говоря? А если там будет другой этнос, что представителей каждого этноса нужно найти в России, чтобы он с ними разбирался? Закон один для всех. Что, полиция тоже должна принадлежать к более чем сотне этносов, которые проживают на территории нашей необъятной родины? А причем здесь русские националисты. Почему именно националисты должны представлять русский народ? А что, русский народ стоит только из националистов, а из нормальных людей он не состоит? Николай Николаевич, тут вопросов действительно очень много, и я вот только что говорил, например, ну, даже если опустить русские и нерусские, неважно, была попытка ввести казачьи патрули. Абсолютно бессмысленная затея. Зачем это вообще делается? Абсолютно бессмысленная, тем более, что откуда в Москве, в Питере казаки, я, честно говоря, не понимаю. Казаки проживают в определенных регионах, и про московских казаков, и про питерских казаков. Я до последнего времени что-то не слыхал. Значит, почему казаки, почему казакам доверена миссия помогать полиции? Почему? С чего? Я думаю, что это свидетельствует о бессилии МВД, к сожалению. Это, если МВД разрешает такие вещи, Министерство внутренних дел расписывается в собственном бессилии, не может справиться с криминальной ситуацией, и предлагает меры, которые внешне вроде бы напоминают какие-то реальные, а на самом деле просто это какая-то игра в бисер. Я лично буду бояться этих патрулей, не доверять им, как нормальный законопослушный гражданин. Я думаю, что очень многие тоже. Кто их пустит к себе? Кто их пустит к себе во двор этих людей? Вот мне как раз тоже интересовал момент, правовая основа деятельности. Я не понимаю, какова правовая основа и какая моральная основа их деятельности. Приходит какая-то толпа людей, часть из них говорят, мы русские националисты, ну идите нахрен националисты. Часть говорит, что мы представители такого-то этноса еще в России, любого, тоже идите нахрен. Почему я вас должен слушать? Если происходит какая-то конфликтная ситуация, в том числе на этнической основе, ее должна разрешать полиция в соответствии с законом и все представители любого этноса, что этноса большинства русского, что этноса, представляющего то или иное этническое меньшинство, какое отношение к этому имеет? Я не понимаю, что это за имитация правоохранительной деятельности. Меня вот в этой истории волнует и беспокоит фраза, которая была опубликована, что члены этих формирований уже начали тренировки в спортзалах. Вот, тренировки в спортзалах, потом они будут хлопотать, чтобы им решили выходить с оружием, сначала там, не знаю, с холодным, с дубинками, с нагайками, с шашками, потом казаки потребуют, потом потребуют, чтобы им разрешили носить огнестрельное оружие, не дай бог, хотя нынешнее травматическое такое, что огнестрельному по убойной силе немногим уступают. Ну и что дальше? На лошадях потом будут горцевать по городу? Я просто, честно говоря, не понимаю, что у меня не укладывается в голове, откуда взялась такая идея и кто ее одобрил? Ну, в частности, ее одобрил, например, господин Метельский из Мосгордумы, сказал, что идея хорошая, надо прорабатывать правовую основу для... Спасибо, с нами был Николай Сванидзе, журналист, член общественной палаты. Мы говорим о инициативе создания совместно на этнической почве патрулей в Москве, которые будут предотвращать возможные конфликты. У нас на связи Дмитрий Демушкин, один из авторов этой идеи, лидер движения «Русский». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, наверное, слышали сейчас хотя бы часть беседы моей с Николаем Сванидзе, он выступает категорически против. Хорошо, он выступает категорически против. Ну, это неудивительно. Человек с фамилией Сванидзе всегда против любой инициативы Демушкина. Понятно. Оставим личные отношения в стороне. Почему вы считаете, что такая инициатива будет востребована и зачем это вообще делать? Давайте начнем сначала. Русских националистов волновал большой спектр вопросов относительно Кавказа. В форумах, в сообществах, на улицах, еще где-то. И мы все эти вопросы объединив, в 2010 году приехали и задали президенту Чечни Рамзану Кадырову. И по всем этим направлениям, так или иначе, началось какое-то движение. Компенсации беженцам по запросам по военнослужащим. В том числе был вопрос поведения выходцев из Чечни. Конкретно факты были Москва, Питер и Пятигорск предоставлены. И вот после этого мы с некими людьми из Чечни начали думать, о чем могут делать русские националисты здесь. И оказалось, что довольно много. Вот сейчас я читаю, что в СМИ появились какие-то инсценирации, какие-то боевые отряды, какие-то тренировки. Ничего этого нет. Я вам скажу, что секции национальные. В русской секции всего 21 человек на сегодняшний день находятся. У чеченцев, я не знаю, но я думаю, ненамного больше сейчас работает. И они национальные. Нет никаких интернациональных бригад, которые там ловят и какие-то там конфликты предотвращают, окружая врагов и так далее. Этого нету ничего. Как вы собираетесь эти патрули? Смотри, первое, что есть. Есть команда, которая занимается учетом. Мы попросили чеченцев и другие диаспоры провести учет земляков, где они. Сколько, в каком ВУЗе есть чеченцев провести собрание, назначить старших. Далее, мониторинг. Мониторинг конфликтов. К нам и так приходит. Всядь ежедневно. Сознавение каких-то там стрелок, фанатов, скинхедов, еще кого-то там с кавказскими. И далее, это уже группа быстрого реагирования, которая туда выезжает. Это сути-то национально. Если берутся русские чеченцы, то выезжает русская секция и чеченская. Понятно. Вы с полицией этими данными поделитесь? Да, более того, мы пригласили руководителя ГУВД в эту комиссию, чтобы они с нами координировались. Я опять же говорю, мы не подменяем никаким образом там полицию. У нас нет цели задержания преступника. Этим занимается полиция. Я вам объясню, в чем между нами и полицией там разница. Что делает полиция? Полиция приезжает и фиксирует преступление. Вот кого-то завезали, избили. Вот потерпевшие показания, уголовное дело. Мы там дальше пошли искать. Но полиция не вникает в суть этого конфликта. Почему собралась группа одних людей и группа других людей, потянув своих земляков? И когда этот конфликт закончился для полиции, он застается вечером? Или на следующий день съедется еще сто человек? Полиция этим не занимается. Это может на территории другого УПД... Полиция прекрасно занимается и отслеживает попытки массовых выступлений и массовых драк в интернете тоже, когда были попытки собраться. Классовые драк, да, конечно, Монежная площадь и так далее их интересуют. Но вот эти стоялки, которые происходят между кавказскими и русскими зачастую, ничего полиция там или там ингушами и тазиками и узбеками, ничего там полиция не отслеживает. Они приехали на преступление, описали, кого-то задержали и уехали. Они не вникают, в чем конфликт этих сторон. Мы же, наши люди, должны туда приехать, связаться с лидерами диаспорта, республик, если надо, начальника полиции позвонить, муфти учить, найти родственников этих людей и выяснить, в чем вопрос. Их развести. Вы понимаете, это не так, что нам это вдруг захотелось этим заниматься. Мы никакой бюджет не просим. Мы финансируем каждую свою секцию. Никто нам ни копейки не дал. И мы на это тоже не претендуем. Мы в СМИ об этом бы ничего бы и не заявляли, если бы это не копали. Это жизненная необходимость русских националистов. Я выезжал на сотни драк и мои люди конфликтов, и ни один физически мы не смогли решить. За два часа собирается там... То есть речь идет о том, чтобы мирным путем предотвратить путем переговоров и разговоров. Да, представьте себе, вот за два часа... Понятно. Дмитрий, одну секунду. Дмитрий, одну секунду. У нас есть слушатель, давайте его мнение узнаем. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Да-да, Олег, здравствуйте. Добрый вечер, Олег, Москва. Вы знаете, такое мнение возникает, что господин Демушкин куплен не националистами, а другими представителями нашей России. Зачем в России вызывать в Москве, в Питере и т.д. и т.п. вызывать каких-то иноверцев и других людей, чтобы разобраться в комплекте? Понятно. Зачем? Спасибо, Олег. Ваш вопрос понятен. Дмитрий, будьте любезны, ответьте на вопрос, слушатели. Отвечать здесь нечего. У Олега никакого мнения возникать не может, по поводу отсутствия фактов, информации. Когда в следующий раз колода где-то окружит своих чеченцев, я предложу этим людям позвонить Олегу. И Олег, без сомнения, приедет в фейсбольные битвы и с ними разберется. А мы положим ему следить. Все. Спасибо. С нами был Дмитрий Демушкин, лидер движения «Русские». Мы говорим о том, что в начале апреля в Москве могут появиться некие совместные патрули, составленные из русских националистов и представителей чеченской диаспоры, которые, по идее, тех, кто это организует, должны предотвращать различные конфликты. Мы вернемся через полторы минуты. Госдума может распространить запрет на нецензурную брань не только на средства массовой информации, но и на культурно-зрелищные мероприятия, книги и иную информационную продукцию. Такая инициатива экс-руководителя избирательного штаба Владимира Путина, режиссера Станислава Говорухина, не вызвала возражений у главы аппарата правительства Владислава Суркова. В официальном отзыве он попросил лишь доработать законопроект и, цитирую, «конкретизировать понятие нецензурная брань». Мы также призываем вас поучаствовать в нашей дискуссии. Телефон в студии 6510-996, код «Москвы-495». Мы сейчас историю с нецензурной бранью в СМИ и прочих культурно-зрелищных мероприятиях будем обсуждать с Владимиром Славкиным, доцентом кафедры стилистики русского языка в факультете журналистики Московского университета. Владимир Вячеславович, добрый вечер. Добрый вечер. Получается, забавная штука, вот, сконкретизировать, да? То есть, чтобы определить нецензурную брань, ее надо прописать дословно, получается? Ну, с точки зрения юридической, вы абсолютно правы. Для того, чтобы принять закон, действительно регламентирующий, или, точнее говоря, запрещающий использование нецензурной лексики, нужно в качестве преамбулы перечислить все эти слова, их производные, которые недопустимы. Ну, вы понимаете, что закон такой не будет принять никогда. Да, а потом официальная, например, российская газета должна это опубликовать. Естественно. Этот номер будут рвать просто с руками читатели, потому что это будет уникальное издание. Вы знаете, с одной стороны, я в этой ситуации вижу, ну, скажем так, неумение Госдумы читать свои собственные законы. Если не ошибаюсь, в 2005 году был принят закон, федеральный закон о русском языке как государственном языке Российской Федерации, и там указывалось, что недопустимо в публичной сфере использование отклонений, нарушений норм. А, ну, как понимаете, обсценная или матерная лексика – это нарушение литературных норм. То есть, собственно говоря, это... Владимир Вячеславович, извините, что прерву. Я не говорю о Пушкине, бог с ним. Но у классиков русской литературы есть эти слова. И мы это все знаем прекрасно. Скажем так, что у Пушкина действительно известны его эпиграммы, но они же были не печатными. Они же... Но они были даже в советской литературе, в собрании сочинений напечатаны. Правда, там многоточие стоит, это безусловно. Многоточие, да. А параллельно на Западе издавались книги типа «Неправленный Пушкин», где все эти многоточия располнялись теми словами, которые писал Александр Сергеевич. Вот. Но в данном случае я хотел сказать о том, дело в том, что вот это само понятие «нецензурный лексик» подразумевает то, что эта лексика не печатная. Это не любая грубая, вибраяная лексика. Потому что есть слова типа «подвец, мерзавец», которые, естественно, являются откровительными и грубыми, но они не являются абстенными, то есть не являются вот самой грубой равновидностью этой лексики. Вот. И мне кажется, что вот уже этот закон принят, и кроме того, есть в конце концов Кодекс административных правонарушений, где тоже это прописано, да, запрет на использование такой лексики. Поэтому Дума в данном случае изобрела велосипед в каком-то смысле. Ну, смотрите, вы говорите вот «непечатный лексик», то есть дословно то, что нельзя напечатать. Да. А произнести в эфире телеканала. То же самое. Ну, уже, вы знаете, вы уже подчиняетесь требованиям закона, вы там подтягиваете слово, которое произносит ваш лексик. Ну, и это от нас скоро потребует убрать. Вы знаете, а вот мне кажется, что Дума, вот в данном случае я могу встать на ее сторону, она беспокоена невероятным просто развитием вот этой нецензурной и обсценной лексики в нашей общественной сфере. Я не говорю только о СМИ. Я говорю в принципе о общественной сфере, о звучащем нашем слове. Что, мы разучились уже другими способами свои эмоции выражать? Вот мне однажды на одной радиоцентре спросили, а как вы можете выразиться без мата? Я говорю, да пожалуйста, а пошли вы и промолчал. Знаете, я ничего не произнес. Но все догадались, куда я послал в данном случае автора этого вопроса. Но то, что ненормативная так называемая лексика проникла во все сферы, это безусловно. И, к сожалению, и дети, и подростки матом не ругаются, они на нем разговаривают. Это самое ужасное, что мы сейчас наблюдаем. Самое ужасное. Потому что вот эта лексика, нецензурная, ненормативная, она по разным подсчетам имеет до 25 функций самых разных. Не буду лекцию читать и вам перечислять. То, что она всегда была выплескиванием эмоций, это всегда было так. А сейчас даже вот эта функция утрачивается. То есть это слово, нецензурное, оно служит для связки других слов-предложений. Ну, как в речи людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, иногда это просто способ соединить два предложения или три предложения в одно. И мне кажется, что вот это привыкание к нецензурной лексике и является основой для появления такого закона. Ага, а как быть тогда с прекрасной историей? Я, к сожалению, забыл фамилию женщины, профессора московского университета, которая защитила диссертацию по ненормативной лексике. Да, Галкина Федору Кедокия Михайловна. У нее была диссертация закрытого ДСП для служебного пользования, потому что там было очень много слов, которые шокировали бы научную общественность. Но, вы знаете, она договорилась, собственно говоря, не в употреблении, а в происхождении этих слов. И то, что это была единственная, собственно говоря, работа. А возьмите, сколько у нас появилось разного... Ну, насколько я знаю, она и пользовалась ей виртуозно. Было такое дело, да. Мне рассказывал один из коллег, что он шел с ней еще в давние времена. И они шли по Арбату, когда он перестраивался. И она, поскользнувшись, произнесла некую тираду. Ну, образец речи, которую она исследовала. И из траншеи вылезли головы рабочих, которые там где-то трудились на дне. Услышав такую хорошую, изящную, так сказать, экспрессивную речь, они, конечно, отдали должное. Но не в этом дело. Дело в том, что сейчас не только фингвист, если вылезли, используют это в своих изучениях, в своих изучениях языка, но и просто сплошь и рядом это в публичном селе изучить. Я, знаете, не сторонник, в принципе, вот, нецензурной лексики. Отвожу ей очень узкое место. Вот когда вы идете по улице, неупранным улицам города, поскальзываетесь, падаете, я думаю, что у вас именно такая сразу и произучесть из ваших уст. Но если вы идете с женщиной, с ребенком, вы даже падаете, но последним усилием, все-таки, наверное, интеллектуальным усилием, постарайтесь держать язык и сказать другое. Принесете там ах, 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 ах и прочее. Спасибо. С нами был Владимир Славкин, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского университета. У нас есть звонок. Егор, мы слушаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Я работаю в Большом театре. Хочу вам по поводу, рассказать небольшую историю по поводу ненормативной лексики. Вот, например, недавно у нас был спектакль «Спящая красавица». В нем задействованы, ну, скажем, дети. Дети – это дети, подростки, наверное, лет 10-12, ну, не старшие. Вот, мальчики. И вот они, значит, переодеваются в грим-уборке, в которой находятся женщины, которые гримеры Большого театра, которые, ну, надевают им парики, делают им грим. Так гримеры пришли и пожаловались нам, взрослым артистам, что сидеть с этими детьми невозможно абсолютно, потому что, она говорит, ну, то, что мы слышим от них, мы не слышим даже от взрослых артистов. И уши вянут – это даже выражение, которое не может передать всю степень того, что происходит с этими бедными женщинами. Вот это к вопросу о том, что дети наши с вами, они даже в таком заведении, как училище, да, хореографическое, балетное, которое, казалось бы, в общем, является... Ой, Егор, я вас уверяю, это не только в училищах и в высших учебных заведениях то же самое, в том числе и на филологических факультетах. Я имею в виду, что врата, врата в храм культуры, да, что мы называем, с детского возраста, и, возможно, вот эта распущенность, она в дальнейшем дает нам такие результаты, которые мы сейчас видим в том же, в нашем Большом театре, в виде вот уже, так сказать, совсем развернувшегося, в общем, преступного такого вот мира, к сожалению, шагнувшего и в том числе и в том числе. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Это был слушатель наш Егор. К нам присоединяется Юлия Сафонова, кандидат в филологических наук, член редакционного совета портала грамота.ру. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Рада принять участие в таком интересном разговоре. Юлия, скажите, на ваш взгляд, вот те ограничения, которые, возможно, будут введены, они повлияют на ситуацию с нашими детьми? Вот у нас так неожиданно разговор повернулся. Ну, вы знаете, я бы начала с того, что мне не нравится название самих поправок, нецензурное, да? У нас цензура отменена, поэтому нецензурной брани у нас просто нет по определению, и никаких законопроектах, и в законах, и подзаконных актах. Слова нецензурная брань не должны употребляться. Это плохо. Значит, надо определить, о чем мы говорим с вами. Мы говорим о мате, надо так и писать, что мат недопустим, потому что слово дурак, дурочка, да, негодяйка, это тоже бранные слова, но ведь речь идет не о них. Ну, мы вот как раз сейчас с Владимиром Славкиным это обсуждали, и ситуация такая, что придется прописать весь список, а потом опубликовать это все в государственных изданиях, где публикуются официальные законы. Нет, ну, дело в том, что зачем их публикают? Любой носитель русского языка, который владеет языком, да, он прекрасно знает, это мат, а это не мат. И запрещены должны быть, кстати, почему должны быть? Они уже давно запрещены. И вот чем запрещены не законом, а неписанным законом. И это второе, почему мне не нравятся подобные поправки. Когда неписанные законы пытаются сделать писанными, то есть перевести их в правовое пространство, ничего хорошего из этого не получается. Никогда получается путаница, мертвая буква закона, ну, никогда никакого деятельностного влияния не бывает. Мы знаем все, что в советское время сейчас существует административное наказание за брань, мат в общественных местах. Ну, так у нас уже все есть. Зачем же нам еще какие-то вот эти поправки? Нет, речь идет о средствах массовой информации и, как тут написано, культурно-зрелищных мероприятиях. Хорошо, культурно-зрелищные мероприятия. Скажите, пожалуйста, если это культурно-зрелищные мероприятия и спектакль демонстрируется, в котором мат органично часть речевой характеристики героя. Художественного замысла. Конечно, злоупотреблять не надо, но как обойтись, чтобы показать, что этот человек не владеет никаким другим. Другое дело, что на такие зрелищные мероприятия не должны пускаться дети. Хотя, возвращаясь к детям, с которых мы начинали, понимаете, дело ведь не в том, что это хореографическое училище. Дело в том, что все подростки это проходят. Ни один запрет не позволит подростку это не проходить. Это различие. Вот то, что это надо контролировать и пресекать, несомненно, но каждый человек это проходит. В том числе и девочки. У кого это начинается в четвертом классе, у кого позже начинается. У кого-то раньше. Да, кто не может произнести, а пишет эти слова в тетрадку, целый листочек себе, просто одно и то же слово 150 раз. Это не значит, что надо принимать такие поправки, честно говоря, даже не знаю, зачем они. Юлия, отойдя вот от юридической стороны дела, скажите, язык наш не обеднеет от этого? Во-первых, вот очень хороший вопрос. Дело в том, что любые слова, в том числе и нецензурные, и я бы сказала прям, является неотъемлемой составной частью языка. В русском языке достаточно много слов, при помощи которых можно выразить положительную и отрицательную оценку и именование многие дать. Так вот эти слова тоже выполняют свою необходимую функцию. В любом языке есть подобные слова. Но они должны быть ограничены сферой употребления, но не законодательно. Хотя, как мы знаем, и вы это знаете лучше меня, как, так сказать, активно действующий журналист, что во многих странах мира существует список слов, это не всегда мат, которые запрещены в эфире. Но, может быть, такие слова надо написать. Правда, я, честно говоря, не знаю, какие слова запретить. Слова мерзавства, мерзавец, которые недавно употреблены. И еще один... Спасибо вам. Спасибо. С нами была кандидат филологических наук, член редакционного совета портала грамоты.ру Юлия Сафонова. У нас есть звонок. Дмитрий, вы в эфире, только по возможности очень быстро. Да, добрый вечер. Вы знаете, не особенно слышал от средств массовой информации употребление матерных слов и других особо, там, сильно бранных, да, и не вижу, честно говоря, смысла в этом законе. Меня больше пугает общее падение культуры, население, да, и то, что превращается в наше массовое мероприятие. Например, там праздник, тот же самый великий праздник, День Победы, да, превращается в совершенно непонятный праздник, когда мы не думаем о подвиге погибших, о том, что они принесли там жертву, да, а, не знаю, там, тупое какое-то веселье с какими-то непонятными ростовыми куклами, там, с претензией на какую-то сексуальность и так далее. Дебильные забавы для необразованных взрослых. И вот это вот, вот с этим побороться, не знаю, правда, как. Понятно, спасибо вам за ваш звонок, ваше мнение понятно, а мы сейчас прервемся на полторы минуты, оставайтесь, пожалуйста, с нами. В час земли, 23 марта, в Москве погаснет подсветка 86 зданий. Как сообщает Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, международная акция стартует в полдевятого вечера. Напомню, что час земли это акция, которую уже не первый год проводят экологи, которые предлагают крупным мегаполисам, да и всем жителям планеты Земля на один час сообразно их местному времени выключить электричество в доме. Именно этот вопрос я адресую вам, нашим слушателям. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Выключите ли вы свет у себя на этот час? Зачем эта акция проводится, я поинтересуюсь у Игоря Честина, директора Всемирного фонда дикой природы России. Игорь Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Так зачем вы это делаете? Значит, мы это делаем, потому что, когда акция начиналась, идея вообще была, вовсе, так сказать, не экономить свет, а скорее показать лицам, принимающим решения, какое количество людей озабочено проблемами экологии. Акция начиналась в Австралии 6 лет назад, и тогда наши австралийские коллеги ее придумали для того, чтобы убедить правительство Австралии присоединиться к киосковому протоколу и начать реальные... Сразу спрашиваю, получилось? Получилось. Значит, позиция правительства Австралии поменялась после того, как они увидели, как погас весь Сидней, начиналась фиднейская опера знаменитая и так далее, получилось. И вот эта акция, поскольку такая она оказалась очень простая в исполнении и позволяющая без каких-либо дополнительных усилий принимать в нее участие, она оказалась очень популярной. И ее подхватили по всему миру и в прошлом году в ней приняло участие 1,8 миллиарда человек из 152 стран. То есть, это оказалась самая еще и массовая акция вообще в истории нашей планеты. Она таким образом попала в книгу рекордов Гиннесса. Игорь Евгеньевич, вот вы упомянули Киотский протокол. Ну, во-первых, Россия из него, насколько я понимаю, выходит. Во-вторых, выбросы СО2 в атмосферу не доказаны, что они влияют на климат. Ну, вы знаете, то, что это не доказано, это вот уже, наверное, теперь надо с религиозными людьми обсуждать, потому что это доказано, и сомнение это вызывает в одной отдельно взятой стране, называющейся Российской Федерацией, потому что здесь как-то не принято доверять ученым, а принято заниматься доверием экстрасенсам. и поэтому это вот уже вопрос, ну, извините, не к ученым все-таки, да, это вопрос скорее вот к, да, вот к откуда-то вот из области духовной. А то, что касается Киотского протокола, он просто прекратил свое действие, он отработал столько, сколько он должен был отработать, он привел к снижению, действительно, реальному снижению выбросов парниковых газов, в том числе в Российской Федерации, он позволил осуществить достаточно большое количество полезных проектов по перевооружению, в том числе в нашей стране. Перевооружению чего, простите? Перевооружению, ну, например, теплоэлектростанции. Ну, то есть промышленности? Конечно, 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 то есть тех объектов, которые в первую очередь отвечают за выброс парниковых газов. Так что он свою роль сыграл, и он не предполагал, что он в таком же виде будет продлеваться. Сейчас этот переговор о том, каким будет новое соглашение, это уже будет не Киотский протокол, это будет другое соглашение, но тем не менее оно будет, и страны с этим согласились все, включая, кстати, Российскую Федерацию, что новое соглашение нужно. А какое оно будет, ну, вот сейчас на эту тему политики работают. Ага, а американцы, как в прошлый раз, откажутся? Нет, они как раз в этот раз сказали, что они обязательно присоединятся. Другой вопрос еще раз, сейчас стоит вопрос о том, какое будет это новое соглашение. Там, значит, сейчас проблема даже не только с американцами, только с китайцами, потому что за то время, пока действовал Киотский протокол, мы понимаем, что произошло с экономикой Китая, и что из страны, которая классифицировала Киотскому протоколу как развивающиеся, она, конечно, таковой будет уже переставой, и она является крупнейшим эмитентом парниковых газов на планете, и поэтому, конечно, без реального участия Китая новое соглашение, ну, скажем так, не очень осмыслено. Оно возможно, но оно не решит тех проблем, которые перед ним ставятся. Поэтому сейчас скорее проблема в Китае, а не в Соединенных Штатах или в какой-либо другой развитой стране. Игорь Евгеньевич, меня вот как-то, что волнует, в 2008, если я не ошибаюсь, на большой восьмерке в Японии было принято решение к 2050 году снизить уровень выбросов СО2 в атмосферу на 50%. Только жить в это время чудесно, уже никто не будет из тех, кто это принимал и подписывал. Ну, к сожалению... И замотают это решение, все забудут, что это было в 2008. Вы знаете, нет, не забудут, и страны идут этим путем, разрабатывают свои стратегии. Вот у нас сейчас, вот если зайти на сайт, например, Министерства природных ресурсов и экологии, можно увидеть, что мы предполагаем к 2020 году не превысить уровень 25% ниже по сравнению с 1990 годом. Так что в каждой стране сейчас идет эта работа. И, к сожалению, или к счастью, я уж не знаю, климатическая система, она очень инерционна. Могу привести такой пример, что если сейчас полностью перестать выбрасывать парниковые газы, их концентрация будет расти еще 10 лет. Просто в силу инерционности. Так что здесь меньше, чем на период 50-й год, там сейчас 30-й, 50-й, просто нет смысла даже ставить себе цели, потому что они будут недостижимы, какие-то реальные цели. Поэтому правильно ставится цель долгосрочная, а дальше уже все национальные документы должны ей соответствовать. Оптимистичный ваш взгляд на эту проблему. Спасибо, что приняли участие в нашем разговоре. К нам присоединяется Роман Самблин, эколог, куратор экопроектов Эклав. Простите, Эколофт. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер. Вот, Игорь, честен только что нарисовал на такую радужную картину, что из экологии все будет хорошо, и Россия меньше парниковых газов выбрасывает. Так ли это? Я думаю, что природа сделает корректировку, и люди все-таки станут жить более экологично и вести более разумный образ жизни. Интерес к этому идет, и я в последние три года своей деятельности замечаю эти изменения. Нет, конечно, хочется жить и в чистом городе, и в чистой стране, но, например, в Москве экология чудовищная. Ну, безусловно, экология чудовищная, транспорта очень много, в многих семьях до сих пор там по две машины, и все эти перехватывающие парковки ситуации не решают. Когда все пересядут на велосипед, или некоторые пересядут, или в велометро запустится, есть разные проекты, есть разработки, но вот пока это все еще не движется. Хорошо. Вот от этой акции «Час земли» у вас какие ожидания? Что вы от этого ждете? Я в последние годы всех своих друзей и знакомых призываю участвовать. Понятно, что акция, прежде всего, она к привлечению внимания, чтобы возникли еще раз у людей ощущения от того, чтобы свет выключать, электричество сберегать. Важно. Это важно, да? Но это важно в первую очередь для семейного бюджета. Ну, да, для семейного бюджета, да, и простые рекомендации по сбережению электричества позволяют его сберегать. Вот история в том, что это же не просто про электричество. То есть меня еще очень радует, что сейчас эта акция называется «Часть земли плюс», и каждый год ВВФ подключает какую-то другую проблему. Сейчас речь идет о защите защитных лесов, и вот здесь буквально час назад 100 тысяч подписей было собрано на сайте. Поподробнее, пожалуйста, если можно. Да, просто «Часть земли плюс», и в этом году ВВФ собирает подписи Защита защитных лесов. Защитные леса – это что? Защитные леса – это леса, которые, по-моему, 25% у России, которые как раз являются неприкосновенным запасом России. А сейчас, возможно, каким-то образом начнется промышленная вырубка, то есть есть какой-то законопроект, который это разрешит. И вот 100 тысяч подписей собрали за то, чтобы это не допустить. Вы полагаете, что эти 100 тысяч подписей дадут повод дальше разбираться, обратить на это внимание? У нас до сих пор по гораздо более резонансным делам 100 тысяч подписей никакой роли не играли. Безусловно, это один из возможных шагов. То есть важно, опять же, привлечь к этому внимание, и люди, чтобы об этом знали, и на уровне Госдумы какие-то дела решались. Я думаю, что в этом тоже есть смысл, и там продолжается акция, известные люди выступают в защиту этого. Понятно. Главное, каждому человеку в этом участвовать. Как к вам относятся промышленники в связи с этой акцией и предприниматели? Я знаю, что многие офисы и компании, с которыми я консультирую, тоже подключаются к этой акции, и они в ней участвуют. Во многом, это, безусловно, из области пиара. Нет, но в субботу вечером в офисе свет погасить, ну не проблема, действительно. Ну да, безусловно. И поэтому речь идет о том, что своим сотрудникам все, вот я знаю, многие офисы рассылают напоминания, что там выключите дом и свет, устроите романтическое свидание, многие кафе. В Питере, вот я сейчас нахожусь, буду делать. Будет большой фестиваль Эко-дэйс в Питере еще в субботу вечерения, там будет целый концерт на тысячу человек, любители зеленого образа жизни. Понятно. Так как к вам относятся? Они вас ругают, говорят, не будем выключать промышленные предприятия. Это, собственно, главные потребители-то. Промышленные предприятия, ну, по-разному. Безусловно, там, прежде всего, они говорят о том, что это капля в море, и это все там пиаровские акции, но, например, опять же, в прошлом году, насколько я помню, уже в Москве по центральному району было отключение света, то есть это было как-то санкционировано. И сейчас я знаю, что вот тот же руководитель департамента природопользования, Кульбачевский, Москвы, эту акцию тоже поддерживает, и там будут различные мероприятия на городском уровне. Различные мероприятия это веселые старты? Нет, это включение электричества на уровне города, то есть там на уровне какой-то улицы, на уровне каких-то отелей. Это происходит. Ну, на уровне отелей не хотелось бы, на уровне улицы, если, конечно, каждый сам для себя решит это сделать, то, пожалуйста, благодарю вас. С нами был Роман Саблин, куратор эко-проектов «Эколофт». Мы говорим о том, что 23-го числа в субботу в 20.30 по Москве наступит так называемый «Час земли». В это время экологи призывают всех на один час выключить свет дома. Многие компании и офисы поддерживают эту затею. Главная цель продемонстрировать властям необходимость хорошего и экологичного отношения к жизни. Благодарю вас. Всего доброго. До завтра. Редактор субботу «Эколофт» «Эколофт» «Эколофт»